Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Справляется как этот. Номер 190. События дня. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб. 19 июня 2016 года. Почему такой эпиграф беру? Все время идет работа. Тем более с детьми. Везде работа идет. Это еще в раю было сказано. Ни один бездельник, ни один паразит, который не работает, в рай не войдет. Это определенно. Можешь проиграть всю жизнь с компьютерными играми. Званий разных на получать и ничего не будет. И вот сегодня мне скидывает. Скидывает это не один раз. Александр Дворкин. Липовый профессор называется. Зарядить просто в ютубе. И в конце заканчивается шарлатан. Я уважаю там какие-то сектоведии. Я говорю, самое позорное, гнусное, зловредное сегодня это миссионерские отделы. И во главе его поставили этого шарлатана, наркомана, недоучка. Он даже ни одного университета не кончал. Он ничего нету. И сатана его сюда, говорит, засунул на то, чтобы людей между собой поссорить. Он больше ничего не умеет делать. Вот есть такой фильм. Он по-другому называется. Просто зарядите дуэль музыкантов или дуэль пианистов. Дуэль. Кратко. И там увидите, как двое между собой соревнуются. И один такой, который джаз ввел там или как сказать, изобрел или что. А этот музыкант ему отвечает, ты сам нарвался, козел. Ты сам напросился, козел. Он на меня дворки несколько раз наплывал. То рождественские чтения, то еще что-то где-то. Знать меня не знает, ничего не считал. Был здесь на приглашение на занятия. Я вел занятия в университете, не пришел. А вел, когда здесь собрались в епархии, когда еще Максим был, Дмитриев, епископом. Задали вопрос. Лапкин псевдоправославный. А сотрудник, сейчас я не знаю, кто фамилия, Вардов или как, мне передали уже завкафедры теологии. Вот. И говорит, он встал, майор, кажется, и говорит, а мы Лапкина уважаем. У него, говорит, за пазухой камня никогда нету. Он говорит, открыто все. Это из КГБ, из ФСБ ответили ему. И он сел. Но Кузнецкий, ну там был, когда он вопрос задал, Михаил Кальмаев, он тоже начал плести о колесе. Он говорит, не так. Но тут он попятился. Один раз. Я каждый раз думаю, нарвался ты на меня, напоролся, козел. Вот эту мысль, которую в фильме «Дуэль музыкантов». Посмотрите, и дайте мне вотклик, как он понравится. И, причем, вот эту посмотрите Дворкина. Про него уже я не знаю сколько, 15 роликов. Он никто, совершенно. Из психиатрии не вылазил. И для чего прислали? Для того, чтобы разрушить православие. Создали миссионерские отделы. Их нельзя создать. Можно создавать что угодно. По интересам, по кухне там. Это нельзя создать. Это область Духа Святого. И сатана туда лезет. Ну, можно сказать, проповедника можно создать. Общество какое-то. Священники, семинарии, академии. Это все человеческое. Миссионерство – это от Бога. Вот вчера был как раз день Святой Троицы. Ни одного миссионера не было в Церкви Христовой. До сошествия Духа Святого. Какой дворкин тут? Какой дворкин, когда тут только Дух Святой. Все человеческое, всякие образования, если они вопреки идут, отброшены. Иоанн Златоус об этом говорит. Миссионеру он обращает души. Для этого послан. Чтобы обратить душу, говорит святой Иоанн Златоус, патриарх Константинопольский. Самый плодовитый из святых отцов. Для этого нужны тысячи талантов. Тысячи. Вы-то, которые в семинариях учились, у вас ни одного таланта нету. Разговариваешь – ничего нету. Как говорится, как будто русское быдло одно собирается. Секта, 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 секта. А они знают, что такое секта. Откройте словари политические и другое. Кто? Учение, разница, кардинальность, православным учением в символе веры и отсутствие, то есть отрицание института священства. Вот что такое секта. Два определения только. Два пункта определяют. А то есть старообрядцев сектантами называют. Да какие вы? Да никакие. Старообрядцы никогда не были сектантами. Их называли раскольниками. Хотя раскольник Никон, а не Аввакум. Коли-то колуна, не чурка. Совершенно мозги деревянные. И вот на Дворкина работают здесь сколько людей. Миссионерские отделы, сектоведение, тоталитарная секта. Все это липа. Ничего этого нету. Сегодня это на научном уже уровне все доказано. Вот этот один, посмотрите. Дворкин липой профессор. Липовый. У него даже высшего образования нету. Я уважаю Дворкина. На кого уважать-то? Шарлатана. Значит и ты шарлатан. Как ты можешь уважать его такого? Он шарлатан. И тут в конце дается распространите этот ролик. Дайте знать другим. Мне это дано было. Я первый раз его увидел. Я скажу, что внешний его вид мне нравится. Нравится. Ну конечно не галстук масонский. Он масон может быть не последней степени посвящения. Я почти не сомневаюсь, что это масон. Разрушить государство и православие. Вот для чего он послал сюда. Это враг. Уже сколько таких роликов прямо называют. Он самый настоящий противник православия. Знать православие. Обратить душу. Нужны тысячи талантов. А здесь какие таланты, когда его отовсюду гнали? А вот его заслали сначала в Израиль. Там видимо благословили его. С Америки приехал человек с двойным гражданством. Наконец-то взялись за него. Это не мое определение. Я один раз только его послушал, как он говорит. Первый раз. Там сколько? 20 лет назад. Когда он приехал-то. Я сразу сказал, что это человек чужой. Это враг. Он не знает нищик талантов. Он их видимо даже в глаза не видал сектантов. Он не знает говорить. Как с ним разговаривать? Нужно так, как святые говорят, обращаться с сектантами кротко. Правила, канон церковный. Да не обратит ли их Господь? Про меня пишут. Я какой? У меня ни образования, ничего нет. Но мне Бог дал это. Я свидетельствую людям о Боге. Как напишут где-то из Чикаго. Один баптист. Я нашел. Он говорит, православное проповедует. Видно, что рожденный свыше. Прямо от смерти в жизнь. Ну, а потом, говорит, когда увидел, что он баптистов считает сектантами. И что это не церковь. Мне до того противно стало. А дальше опять сбивается и говорит. Он говорит, баптистов пух и прах разносит. Про меня, говорит. А его все уважают. Вот это то, что делает Дух Святой. Их не врагами сделать. А тут борются с кем? С кришнаитами. Не там они занимаются. Свидетели Иеговы. Снять регистрации. Ну, сняли. Дальше-то что? Ничего не меняется. Они идут от дому к дому. Он-то не знает сектантов. Чтобы обратить одну душу, стать миссионером, нужны тысячи талантов. Ну, какие у вас таланты-то? Посмотрите. Ну, все в форме своей системы. Вот сказал патриарх так. Если вы в Духе Святом, вы скажете патриарху и все скажете. Вы что открываете от людей-то? Все это у правды-то. Тысячи талантов. Ни два, ни три, ни пять. А чтобы крестить человека правильно, не лоб мочить. Златоуст говорит, ни одного таланта не надо. Достаточно быть рукоположенным и незапрещенным. Как они бросились тут на меня. Тут какие-то эсказыла. Там ужас один. Что это уже батюшка наш не батюшка. Они ни канона, ничего не знают. Как свора какая. И все теперь. К вам никогда не приедет митрополит. От вас отказался Иларион. Ну, отказался-то. Не я отказался. Он отказался. Он за это ответит. Что он от меня мог отказываться? Он нам ничего никогда не давал. Он давал только любовь. Никогда ничего не было. Я с ним был вместе, пил и ел. В Синоде. В Жордан-Виле. Батюшка был. У нас прекрасное отношение с первым иерархом русско-православной зарубежной церкви. Его имя поминает всегда местный митрополит алтайский. Сергий Иванников. Так они на Иванникова напали эти. Дулю показывает. Скрызинский, Дутихи, Пархи. Они еще о нашем спасении заботятся. А кто? А это вот его последующие. Выкормыши, как говорится. Дворкина. Вот он образовал эти отделы. Они миссионерские отделы. Кто? Шатие-братья. Шатохи. Да разве может человек верующий творить? Что они творят? Ну, дворкина вашу главу-то разобрали. Ну, а вы-то откуда? Кто у вас духовно окормляет? Вы научитесь молиться семикратно в день. Молитесь ночью. Благословляйте Бога. Работайте руками день и ночь. Как Федоров Амулевский поэт писал. Работать руками. Работать умом. Работать без устали ночью и днем. А там уж что будет, то будет пускай. Так, ну же, работать мы дружно давай. Работать руками. Работать умом. Работать без устали ночью и днем. Вот дворкин-то может лопаты держать, не знает. Как ко мне приезжает лопатой рубить, начинает дерево. Он не видел этого. Это вот то, что на сегодняшний день скинули. Конечно, это будут благословенные те люди, которые разоблащают этих шарлатанов, липовых профессоров. А как нужно? Молить Бога, чтобы Дух Святой сошел. Родился свыше, быть Вадимом Духом Святым. Все. Из-за дворкина у меня постоянная молитва. Разуми его, Господи. Не скрываю, что внешне он мне нравится с бородкой. Какой его вид. А тут показывает, какой он одноглазый на снимках и везде. Какой он студент был. Сколько нашли. И какие документы на него сохранились. Из одних документов ролики-то идут. Из документов. Это не мое, что там отрицательные к нему отношения. Я вижу, это враг. Лютый враг православия. Засланы специально. И вот создали эти миссионерские отделы. А какие? Отделы дьявола. Подделка. Сатана принимает ведь ангела света. Под миссионеров подделались. Миссионерам может быть только посланник Духа Святого, как и Иеремия. Он скажет все и правителю, и патриарху. Все открыто в глаза. Вот события сегодняшнего дня. Юрий Соболев пишет. Мир вам, Игнат Тихонович. Интересное определение услышал от студента. Он так оговорился, но оговорка оказалась верной. Монастырское монашество. Вот тут и точка водоразделов подумалась. Есть евангельское монашество, согласно Библии. То есть, ну, не женатый, один идет, проповедует, без всяких обетов. А есть монастырское, согласно преданию. В таком виде, видимо, их и надо разводить и понимать. Именно так. Я за евангельское монашество. Хорошо быть одному. Один заботится о Боге. Мона. Один. Ничем не связаны. Как угодить Господу? Я за монашество показываю. Двумя руками голосую. Но они за монастырское. Вот сейчас где-то взрывы происходят. Режут голову. Вот где-то режут голову. Даже священникам показывает отрезанная голова. И рядом показывать монашество надо. Монастырское. Не пошли проповедовать. Вот им Бог послал бич. Бич ИГИЛ. Да это не просто что-то и как-то. Вот у нас душа. Выходит здесь журнал. И Олег Рыжков. Он подробно об этом говорит. Тут я не могу показать его. Сейчас минутку покажу. Где журнал какой. Я не знаю, видно или не видно будет. Вот здесь. Ну, наверное, не видно будет. Минутку. Я один, поэтому мне тут бегать приходится. Вот он как журнал называется. Очень хороший журнал. Православный сборник для всех. Душа. Встреча с Господом. И вот он здесь сам пишет. Называется. ИГИЛ. Это неотъемлемая часть всего ислама. И он по порядку разбирает. Что самое агрессивное. Самое убийственное. То есть все как от дьявола. Резать, убивать. И который пытается примирить. Ислам-то не получит ничего. Он все здесь доказывает. И в конце написано. Подборку. Сур. Из Корана. В переводе. Тут маленько я не вижу. В переводе. Абу Аделя. Мусульманского ученого исламоведа. Диакон Олег Рыжков. Бесплатно распространяется. Большой тираж у него уже. Можете как-то себе выписывать. Или как. Я не знаю. Ну. Хороший журнал. Хороший. Вот он здесь. Вот даже видать. Он сидит. Вид у него какой он с бородкой. Вот. Душа. Сейчас я еще гляну. Подождите. Какой тираж. Что-то у него. Тираж. Семьдесят тысяч экземпляров. Редактор. Диакон Олег Рыжков. Корректор. Дизайн. Тут и прочее. Это зарегистрирован. ОФС. По надзору. В сфере связи. Информационных. Ну. То есть. Законно. Все. Очередно. Номер сборника. Душа. Просим вас. Не оставляйте его дома. Не выбрасывайте. Но предложите. Почитайте. Или отправьте по почте. Ну. Просто я свое мнение скажу. Журнал очень хороший. Патриарший. По благословению митрополита новосибирского. И он везде распространяется бесплатно. Ну. И просьба. Чтобы выставали помощь. Как-то деньги. Ясное дело. И журнал. То есть. Бумага у него прекрасная. И. Пятьдесят. Две страницы с корочкой. Пятьдесят две страницы. Это вообще. Я только не понял. Как он. В месяц один раз. Так. Сборник для всех. Одобрено. Синодальным информационным отделом русской православной церкви. Издатель. Адрес. Новосибирская область. Город Берск. Улица Карла Маркса. Пятнадцать семьдесят пять. Где отпечатано. Заказ. Вот. Я тут не понял. Как издаются. Но наверное. В месяц один раз. Вот. Хорошие. Я другого слова не могу сказать. В Барнаульской епархии. Иркутской, Кузнецкой, Новосибирской, Томской, Преамурской, Красноярской митрополиях. Сборник распространяется по благословению соответствующих правящих архиереев. Аристарха, митрополита Кемеровского, Прокопьевского. Ростислава, митрополита Томского и Асиновского. Вадима, митрополита Иркутского и Ангарского. Игнатия, митрополита Хабаровско-Преамурского. Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского. Пантелеемона, митрополита Красноярского и Ащенского. Православный интернет-сборник для всех. И не удалось мне тут найти сходу-то. То ли в месяц, то ли. Ну, по-моему, месячное это идет. Лучшего журнала я пока в православии не знаю. Всех тем касается. Вот. Что-то где-то маленько там не так. То есть не так я сказал бы где-то. Ну, что это значит? Не я автор-то. Одобряю. И на него тут одно время гонение какое-то. Запретили в нескольких епархиях. Но потом, говорит, сняли этот запрет. Я не знаю. И он подробно об этом пишет. Многое он, конечно, мог бы еще написать. Сейчас выключу свет. Вы можете выписывать этот сборник, он называется. Выходит. Вот. Константин Фомин. Игнатий Тихонович, извините за навязчивость. Но ваше мнение для меня очень важно. Лично во мне сие чтения, я про Толстого, если вы вдруг запамятовали. Ну, я помню хорошо это. Возбуждает лучшие мысли и чувства. Кто-то даже назвал это добротолюбием от Толстого. Правда, в ироничной форме. Да, не любит его православная церковь. За что? Да за то, что говорил про нее то же самое, что и вы сейчас, Игнатий Тихонович, говорите. Так как? Очень хочется услышать ваше мнение. Я ей спасибо. Ну, я говорил уже на эту тему. Он еретик и архиеретик. Он полностью отрицал Священное Писание, Библию. Не считал ее Бога вдохновенным писанием. Этого мало? Причина-то вот в чем. Он не считал за Бога. Бога вообще он не признает. Как личность, которой надо молиться. Он никогда не молился. Бога-то нет личности. А это вообще как космическая некая сила, ну и проще такое. Бессеменное зачатие. Престодевство Деву Марии он отрицал. Ну и далее все. Общественную молитву Храм Священства намертво отрицал. Таинство отрицало, высмеивал, жутко высмеивал. Он богохульник. А что он говорил хорошо? Мало ли, Конфуций говорил хорошо. И у Магомета хорошее. Если любого правителя мирского возьмите, тоже что-то можно найти. Даже у этих коррупционеров, депутатов. Когда они выдвигают себя. Лучше их, кажется, никого вообще на земле нет. Вот. Ну что на это ответить? Я отвечаю. Он не только видел какие-то недостатки. Он полностью отрицал Библию. Брал Нагорную проповедь и брал в толковании какого-то безбожьего масона. Льюис или кто там француз. Я о нем и говорил уже не один раз. Время тратить только. Роман Фроликов у нас был. Два с половиной дня, можно сказать. Он в дороге сейчас едет. Отправили его. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. И общинники. Выехал сегодня ночью. В 055 по Алтайскому времени. Видимо, с Новосибирска. А, из Барнаула. Из Барнаула. Поэтому не стал звонить. Еду в вагоне поезда. Проповедую Евангелие. Слава Иисусу Христу. Ну и добавку. Помните, что в первый день моего приезда я выбрал работу у вас. Вместо вам предложенного мне отдыха. После моей дороги из Москвы в Алтайский край. Слава Иисусу Христу. То есть он не подошел у нас совершенно. Ну и Бог благословит его. Пусть мы за него молимся. Ему через два дня предложено было выехать. То есть. Ну, там все это. Ролики будут стоять. Посмотрите. Михаил Батугин пишет. У него сын Тимоша здесь. Игнатий Тихонович. Вот я и дошел сегодня до осознания, что я великий погибший грешник. О, это не просто так. Это первая ступень рождения свыше. Вот это нужно осознать. Не просто грешник погибший, а окончательно, бесповоротно. Совершенно погибший. Никакая церковь, никто тебе не поможет. Никто. Только поможет то, что вторая ступень. Вместо себя, как грешником, будет грешник Христос. Берет на себя грех мира. Это вторая ступень. И третья. Погружение трижды в воде. Раскрещение. Галина Борисовна Тарасова. Молодец, Игнатий Тихонович. С вами скучать некогда. Многое вам лето. Ну, детей я учу тут. Не учу, а работали мы на трассе выбирали. У нас сегодня и вчера дождь капает. Вот моросит и моросит. И целый день дети тут занимаются. Пообедают, опять фильм смотрят. Вот вчера они посмотрели фильм, называется «Футболист». Я посмотрел, как пленные у немцев были, англичане. Ничего себе пленные. Это Сталин-то погубил сколько, когда Международного Красного Креста не принял-то. Миллионы своих и чужих. А эти, Международная комиссия приезжает, наблюдает. Так невыгодно воевать. Все бы в плен издались. А до этого смотреть «ЖНР». Я только вижу так, какие фильмы смотрят. И сегодня опять дождь. Володя утром рано пришел. У нас подъем в детском лагере в 5 утра. Володя пришел. И что делать с детьми-то? Пасту-то, как говорят, поднимать? Ну, в 7-2 часа скинь. Встанут тут. Там ездят скрыться у нас. Помолятся. И как раз завтрак уже готов будет. У нас нынче с обслугой туговато. Поэтому деревенские сестры готовят, приносят. На кухню у нас работает. Попеременно вахту несут. Ну, а теперь ждем, откуда группами хотели приезжать. Нас немного, но, как говорят, нас мало, но мы в тельняшках. То есть работаем все. У меня большая работа предстоит, очень большая. Фактически на четырех прудах. Вот. Три. Заново восстановить. Три. Даже в окрестности где. Иной один посередине поднять. И бульдозеристы все-таки нашли, где бульдозер. Какая цена. В прошлом году за один час работы полторы тысячи брали. Ну, думаем начать работу где-то с половины августа. Это подготовка будет. Пока в лесу работаем. Заготавливаем. Шкурить надо. Устанавливать запоры, заплоты, как частокол. Ну, где крепости были. Из двух сторон, где прорыв-то. И между ними они стянуты будут у меня. И тогда между ними сама нить буду. Это огромная-огромная работа. Большая работа. И всю насыпь поднимать хотя бы на полметра. Нет, не необходимо. Вчера говорили с Игорем Барабашом. Откуда брать, где и как. Много строительного там кирпича, обломков. Возить машинами. Чтобы сделать как бы вот так вот. Дамба идет. И вода протекала, не размывала. И машины могли проезжать. На первом мостике. А никакое здесь озеро-то нет. А просто немного воды стоит. Для птиц. Это за пределами деревни. А второй мостик. Это там хорошая была рыба. Большая рыба. Рыка. Окуни были. Показать. Ну, сантиметров на сорок. Вот я ловил там бреди. Ну, вот показать, что у нас еще есть. Коротко хотя бы. Потому что тут много высчитывают. Это вот у нас православный видеоканал открытым оком. Вот сегодня я вчера поставил сколько? Сегодня поставил вопросы. Сейчас посмотрю. Только что поставил посещаемость. Какая тут? Сейчас она обновит страничку. Вот. Уже 13. Вопросы Виталия Калиникова. Виталия Калиникова. Дальше. Голуби метка. 9. Ну, и так. Тут заходят некоторые. Мне хотелось тут показать. Где это? Ну, тут что-то пишет. Сейчас только сейчас тут пикнуло. Пришло. Это Дмитрий из Греции. Что тут он пишет много? Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Да, я знаю. А они все на публику играют. Это про Дворкина. Вот и вчера смотрел ролик ужас просто. Вот про христианство, что мусульмане стряпали. Ужас. Я поделюсь с вами, а вы прокомментируете. Ответ всем мусульманам, кто старается унизить Библию. Виталий Келлер два года назад. Извините, не знаю ни вашей фамилии, ни имени. Ну, это кто-то кому-то как-то пишет. Это Дмитрий. А дальше пишет, что... Я не верю в Коран. Но вы верите в Коран. Я же искренне его считаю и пытаюсь разобраться. Вот так и становится очевидным, что Коран противоречит Писаниям, бывшим прежде него. Да и самому себе и Суне он противоречит. Согласно исследованиям Корана и Суны, в этом ролике Мухаммед лжец и лже-пророк, которого Аллах жестоко покарал. Это, видимо, где-то разговор идет, он печатает. А, вон оно идет. Это все согласно вашему Корану, в который вы верите. Вон оно. Это вот он мне прислал ролик. Это разговор не его. Называется «Тайна смерти Мухаммеда пророка». Вот, видите. С утра сейчас подкидывает у меня. В скайп. Мне надо уходить отсюда. Ну и вот, видите, какие голуби метко. Тут интересная. Ну, вертупрасс. Ну, все за раз, два, три, четыре, пять, шесть роликов сегодня поставил с утра. Ну, разные они. А, в общем-то, наберется тут много. И вот сейчас отправляю на то, что за неделю сколько набралось. Я даже могу даже сказать, что у нас за неделю будет выставлено. Это у нас пятьдесят четвертая. Идет до девятнадцатого, до вчерашнего дня. Двадцать пять и четыридесятых гигабайта. Пятьдесят семь файлов. Это за неделю. Это так интересно в деревне-то. Вот, снова покажу. У нас наш мой мир. Вот сюда вот можете писать. Кому-то что-то отвечу. По скайпу не разговариваю. Тут сильно много высчитываю. И боюсь остаться нищим. По четыреста или четыреста пятьдесят рублей в месяц. В Барнауле там круглосуточно можешь расстаться. Здесь ничего не скачиваю, не беседы. Вот. А это у нас наш форум. Православный форум. Тысяча пятьсот девяносто две темы. Сюда заходите. И еще показать нужно во свете Библии. Это наш сайт. Вот здесь все. Ткнете православный форум. Покинете вот здесь. Жать здесь. Это видеоканал. Вот здесь. Ответов сколько. Богатый, богатый, большой. А здесь вот если главное нажать. Вот слово главной стороне. Главное. Вот сейчас красная линия пошла. И вот теперь посмотрим, что здесь. А вот что здесь. Жития на каждый день. Жития святых на каждый день. Вот она идет. Ну что тут. Представление преподобного. Виссариона, преподобного мученица, архилларием, маркела. Ну тут уже наверное сотни четыре выставлено. Это я насчитывал в 80-е годы еще. Нашел свой добрый человек. Программист. И сейчас оформляет. Вот как оно выглядит. Ну к примеру сказать. Вот последнее страдание святого священномущеника маркела. Вот я нажал. Вот что здесь будет. Посмотрите. Ну если откроется. Потому что мы в степи. Тут все через модем. Тут и тарелку поставил Виктор Николаевич Сакс. Слава тебе, Боже, да слава тебе, Боже. Присвятая Бога, Родица, спаси нас. Светитель, Ванчина, Жених, Оно и молит Бога у нас. Светитель, Ванчина, Жених, Оно и молит Бога у нас. Преподобный ученый, Сергий, молит Бога у нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 июня. Продание святого священномущеника маркела, папы римского и прочих с ним. Святой Маркел был родом римлянин. Отца его звали лимедиктом. Он принял престол римской церкви после святого мученика Маркелина. И пробыл на нем в правлении счастливых римских императоров Диаклетиана и Максимиана. Диаклуа, другого Максимиана по прозванию Галерия. Вот, ну, порченные, конечно, пленки, но насчитанные были, сохранились. Они в КГБ были, а эти закопанные в земле лежали там 20 лет. А когда нужно 2 или 3 раза в год перематывать, напряжение снимать там. Ну, все-таки слышно, что есть. Это жития святых. 1173 жития. Вот так. Просим, приходите сюда. Многое здесь получите. Можно скачать, дорогой будете знать. Я симфонию на них составил в свое время. Вот тут опять кто-то пришел, уже не буду смотреть. Богу нашему слава. И помолитесь, чтобы Бог умудрил нас на эту большую работу. И послал средства. Средства большие. Если трактор будет работать, только бульдозеристу придется заплатить около 200 тысяч рублей. При моей пенсии 6523 рубля. Это вещь неслыханная. Но все-таки должны сделать. Я верю Богу, моему спасителю. И он всегда спешит на помощь. Уже половина этого будет покрыта. Уже помощь была. Помолитесь. Прошу друзей. Врагов, которые что-то открыто сейчас не нападают. Бог услышал молитву. Мы за них молились. Да благословит их Бог, кто нападал. Все это пустое, временное. И за Дворкина надо молиться. И за Германа Стерлигова. Этого разрушителя. И за Александра Невзорова. Это наша обязанность. Я уж не говорю о правителе, чтобы их Бог помиловал. Обратил, наставил, чтобы не было покушения на них. Чтобы Бог дал духовное рождение свыше. Богу нашему слава во веки веков. Богу нашему слава во веки веков. Но помимо его слава во веки, speкуємо с нашими сами делами. Благодарю. И зацените. И чуливая жару. Благодарю. Изучу. Благодарю. 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 Благодарю.